У нас впереди два юбилея. 75 лет победы и со 50-летия, со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Я специально публиковал, они вышли на сайте, вышли в правде из Советской России два материала. Великая победа советской цивилизации и идейное наследие Ленина и борьба за социализм 21-го века. Я очень хотел, чтобы мои друзья и товарищи и в целом познакомились с этим материалом. Они помогут преодолеть многие трудности и кризисы, болезни, потому что у нас уникальный опыт, потрясающий опыт преодоления самых больших трудностей. От распада государства, самых сложных болезней до подъема экономики, космического прорыва и наших великих побед. Эти материалы сейчас есть на сайте, поэтому я настаиваю, чтобы мои товарищи и друзья и коллеги внимательно сейчас это изучили, поделились своими близкими, друзьями, обсудили свои ячейки. Сейчас, конечно, нет смысла и нельзя собирать большие собрания, но в узком кругу сесть с ближними и друзьями, обсудить спокойно у себя дома, у каждого есть возможность. Поэтому я хочу, чтобы почитали, изучили и посмотрели, на что особое внимание обрастили бы. Вот если взять ленинское наследие, оно вообще-то потрясающее. Распавшаяся империя вдруг собирается на съезде мирно и демократично в новой форме, в форме СССР. Остановившаяся промышленность вдруг начинается индустриализацией, за 10 лет строят 9 тысяч лучших заводов и в 41-й встречаем абсолютно грамотным населением и блестящими станками и лучшим оружием. Наша страна полуграмотная, вдруг становится в науке передовой и первой прорывается в космос. Что за этим стоит? Какие силы включали? Каким образом решались эти проблемы? Свирепствовали все болезни, вдруг оказывается только противочумных. 20 станций создали, великолепные институты. Этот лучший институт Саратов был создан еще ли не на 2018 году. Мы провели колоссальную работу. И вот сейчас есть возможность, исследуя, изучая эти материалы, понять истоки наших побед, что следует делать. Потому что впереди неизбежна смена курса и формирование общества, в котором будет солидарность, справедливость и дружба. Это ненормально, когда даже мощный Евросоюз превратился в лазарет, где карты спасаются в своем боксе, не думая ни о ком другом. Это невозможно. Не случайно мы помогаем и Италии. Кто еще помогает? Китайцы и еще кубинцы. У кого идеология справедливости и коллективизма господствия. Сейчас будет смена курса развития, рождается новый мир. И вот тот уникальный опыт великой советской державы, ленинско-сталинской модернизации, нашей победы и наших открытий, будет востребован обязательно. Я очень хотел, чтобы все внимательно изучили эти материалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова